Приветствую вас. В первую очередь нужно сказать, что психологи советов не дают. В первую очередь нужно сказать, что психологи помогают разобраться в себе, и я бы сказал, по крайней мере точечно, я бы сказал, что вам нужно, на мой взгляд, в первую очередь обратить внимание на то, что из чувств, какие чувства мотивируют вас, потому что, чтобы ждать от него каких-то обещаний. Вот. При том, что вы сами говорите, что мысли – это, значит, навязчивые мысли. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому, на мой взгляд, обратите внимание на то, что где-то вы, в какой-то степени, может, пассивные, да, но в то же время где-то вы активны, например, в ревности. Как бы. Вот. Поэтому, вот. Нужно разобрать этот момент. Вот. Если хотите, то на, соответственно, на психотерапию. Это можно разобрать. Вот. А вы говорите о том, что у вас были уже отношения? Вот. Вы говорите о том, что вы расставались. Вот. И, соответственно, нужно, как я сказал мой коллега, да, разобраться с тем, из-за чего вы, собственно, разобраться. То есть, что вот привлек отставил и как дальше вам с этим работать. Вот. Вот то, что я хочу вам сказать. Вот. Вот. Вот вы говорите, что жили с машиной несколько лет назад. Сейчас приехала в его район, мы к ним соседям. Вот. То есть, как бы, сили, но раз осталось. Вот. Ну, наверное, человек не готов к этому машинам. Вот. А, значит, вы не можете это принять. Потому что, вероятно, в данном случае, слишком получается у вас такая история, что вы много ждете от человека. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Чего именно вы ждете? Вот. Вот. Другой вопрос. Как вот вы на это реагируете? И так далее. Вот. С этим, с этим тоже, в принципе, в принципе, нужно разбираться. Вот. Вот как-то, как-то так. Какой-то ответ. Вот. Дальше. А, значит, так, мы понимаем, что не нужно от него ничего ждать, но чувства какие-то есть к нему. Вот что это за чувства? Я думаю, что это за чувства. Надо бы разобраться. Вот. А, значит, что это за чувства? Я думаю, что это... Это, значит, такое вот, своего рода чувство собственничества. Я так, по крайней мере, думаю, что у вас имеется чувство собственничества. Ну, ревность это как раз про неуверенность, да, ревность это про, ну, в определенной степени про неуверенность, про страх одиночества. Вот. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. И, соответственно, с этим вот нужно разбираться вам. Вот. То есть, ну, как бы, как бы, то, что здесь вы не говорите, на мой взгляд, что любовь это факт. Вот. Вот. Соответственно, нужно это, вот, поисследовать. Вот. Как мне кажется. Вот. И, может быть, поднять вам несколько уверенность. Вот. Чтобы вы не чувствовали себя так, словно для вас вот этот мужчина, чуть ли не, там, не знаю, последний час. Вот. Потому что он, ну, он не последний шанс. Вот. Может быть, вы говорите и про своего рода импринт. То есть, вам человек чем-то вот запомнился, как-то вот вы его, вероятно, за впечатлением, то есть, как это чувство он у вас вызвал. Вот. И, соответственно, вот этот достаточно важный момент, вот, ну, чтобы понять, чтобы понять, что это за чувство у вас, которое он вызвал. Ну, что это за, ну, как бы, эм, 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 ну, ощущения, да? Эм, вот. Понимается. Эм, надеюсь, что, что я имею ввиду. Эм, вот, на этом, на этом, как бы, эм, 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 также нужно, эм, ну, как бы, вот, эм, 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 зафиксироваться. Вот. Эм, вот, эм, эм, такой вот момент. Эм, на этом, в принципе, все, все, пожалуй. Эм, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я надеюсь, эм, на вашу обратную связь по моему ответу. Вот. Это позволит, позволит вам начать работу над собой. Эм, желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...